Добрый вечер. Смотрим гороскоп на неделю для всех знаков зодиака. С 9 по 15 декабря. Овны. Многим будет действовать на нервы разногласия в семейной среде или супружеском союзе. Отсутствие взаимного понимания может усугубляться обоюдным упрямством, требовательностью и нетерпимостью. Если накануне произошла размовка, она грозит превратиться в затяжной конфликт. Не спешите с радикальными решениями, примите ситуацию как есть и по возможности устранитесь от лишних споров. Для тельцов не исключены множественные осложнения в ходе любого дела, а также в дороге. Вы можете обнаружить, что на некоторых людей нельзя положиться. Возможны системные ошибки в задуманном плане, разочарования в идеале, чрезмерно впечатлительные, рискуют уплатиться за свои переживания подорванным здоровьем. Тщательнее проверяйте безопасность техники. Близнецы. Начните неделю в приятный забот о себе, о здоровье, быте в душевном равновесии. Избегайте излишеств во всем. Проявляйте умеренность, аккуратность, сдержанность, последовательность. Вообще не будьте дипломатичны. Следуйте этикету. Не демонстрируйте слишком явно свои чувства и финансовые интересы. На вашу внешность будет приятно повлиять проверенные косметические и эстетические процедуры. Удачной будет интеллектуальная деятельность ураков, например, научные разработки или сдача экзаменов. Возможны неожиданные встречи с интересными незнакомцами или старыми друзьями. Правда, общение с ними может не входить в ваши планы. Приобретенный в этот период вещи оправдают все ваши ожидания. Пора служит очень долго. Для любого способность предугадать возможные последствия своих поступков притупляются, но ошибок можно избежать, если руководствуются логикой и здравым смыслом. Отношения с близкими будут складываться гармонично у тех, кто в принципе в меру любви по натуре и предпочитает уступить в молочах, чтобы избежать конфликтов. Обсуждение глобальных проблем непродуктивно и может превратиться в обмен уплёков, если вовремя не положить конец такому разговору. Дева. Стоит обратить особое внимание на то, как складываются отношения с окружающими. В этот период именно совместная деятельность будет особенно плодотворной. Но лишь в том случае, если ей не помешают мелкие разногласия по нелепым поводам. Творческие люди, обладающие схожими взглядами на мир, легко находят друг друга. Это может вылиться как в долгосрочное сотрудничество, так и в головокружительный роман. Ну а для весов, хозяйственными нужды и другие насущными делами нужно заниматься в первой половине недели. Остаток же недели многие встретят дороги в компании или за весьма захватывающими новыми занятиями. Это хорошее время для посещения спортивных мероприятий и участия в коллективных многолюдных проектах. Не исключены сюрпризы, моменты высокого напряжения и даже прямой опасности. Благоприятности, чьи обстоятельств и удачные идеи помогут скорпионам преуспеть в работе. Которые не боятся попробовать новые, готовые отбросить креативы и предрассудки. Однако, многое зависит от того, сможете ли вы сохранить спокойствие, не поддаваться трудному влиянию и не пойти на поводу у своих мумилетных эмоций, которыми могут ловко воспользоваться ваши недоброжелатели. Стрельцы. Приходится заниматься делами, которые не слишком вам интересны на этой неделе, а порой и откровенно скучные. Неудивительно, что вы боретесь за них без энтузиазма. Могут возникнуть проблемы в оформлении документов, в первую очередь необходимых для далеких поездок. Деловые встречи и обсуждение важных вопросов лучше планировать на вторую половину недели. Поскольку эмоциональный фон в это время будет более стабильный. Для козерогов. Резкость и прямота будут сейчас нормальным стилем вашего общения. Поэтому, если что-то хотели сказать, но никак не решались сейчас, то с милостью вас хватит на любые подвиги. Физических сил будет очень много. Хорошо бы использовать такой потенциал в мирных целях и с умом. Этот период подходит для ремонта, генеральных уборок, а также для занятия экстремальными видами спорта. Водолеи. Первые половины недели подходят геутенения. Возможен временный спад активности. Не исключены рассеянность и сомневость. Поэтому не форсируйте события и не бегите за ответственные задачи. Если вы полны энергии, вложите ее в завершение какого-либо дела. Или закончите очередной этап большого проекта. Ну а для рыб. Вам пора пересмотреть круг общения. Сделать выбор в пользу нужных связей. Если вам надо с кем-то встретиться или изложить кому-то свои доводы, то и делайте это сейчас. Это наиболее удачный момент для встреч по конкретным поводам. Для поиска и первичной обработки полезной информации. При этом не стоит подписывать никакие договоренности. Особенно творческие и финансовые. Не форсируйте личную жизнь и не смешивайте любовные интересы с деловыми. Субтитры создавал DimaTorzok